приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствую в изобилии и достатке сегодня в этом видео делим уделим внимание 21 марта друзья 21 марта у нас с вами понедельник достаточно денежный день поэтому обязательно положите деньги перед зеркалом и скажите эти магические слова что это за слова и почему именно в этот день далее более подробно все в этом видео обязательно просмотреть это видео от начала до конца православном календаре 21 марта отмечают день памяти преподобного феофилакта исповедника епископа никомедийского и феофилакт жил в константинополе восьмом веке а в те времена была иконоборческая ересь на руси святой феофилакт вместе со святым михаилом уехали в монастырь на берегу черного моря для умиротворения и для чтения молитв со временем богом были услышаны эти молитвы за что святые были награждены даром чудо творения по легенде молитвами они могли во время сильной засухи помочь и дать нескончаемую воду работникам на целый божий день через несколько лет пребывания в монастыре на берегу черного моря оба святых были посвящены патриархом тараси тарасием в епископский сан святой феофилакт был поставлен и епископом никомедийском когда же феофилакт возглавлял никомедийскую церковь он безумно о ней заботился а строил больницы храмы монастыри дома для бедных раздавал милостыни опекал и крестил бедных сирот и больных после прихода императора иконоборца льва 5 ересь была вспыхнута еще больше за свои слова и веру епископ был вывезен в ссылку в крепость в стравиль что находится в малой азии где и был заключен 30 с лишним лет аж до самой смерти ушел из жизни преподобный феофилакт в 845 году народе этот день называли весенним солнцеворотом или вешним равноденствием все потому что даты связанные с солнечным циклом и многие народы такие периоды называли праздничными и соответственно радостно и громко праздновали и отмечали этот день и 21 марта не стал исключением считалось что именно этот день и был переходным с зимы в весну старцы говорили придет солнышко и к нашим окошечком это означало что люди безумно ждали тепла и по рассказам именно сегодня 21 марта должны были прилететь и жаворонки срая и принести с собой добро вместе с теплом в этот день женщины очень крутились в доме у печи готовя различные лакомства форме солнца или птиц для своих любимых родственников это а в основном были впечены в тесто различные лепешки или пироги и говорили на них великий бог ярила так как по рассказам он тоже являлся в таком обличье дома в этот день царила тепло и спокойствие дети помогали по готовке носили воду или убирали приготовки хорошие хозяйки знали что стоило молиться и просить природу об отличной погоде и обязательно о богатом урожая после чего можно было заниматься пахотой также выпекали из теста и небольшие фигурки виде разных птиц люди считали и верили что после приготовления фигурки из теста стоило подкидывать и ловить такой обряд помогал привлечь в жизнь как можно больше счастья здоровья достатка благополучия и отличной погоды на протяжении всего года с фигурками из теста было еще немало историй например фигурки с образом жаворонка были распространены и гадания при изготовлении и выпекании в тесто подмешивали разные мелкие неострые предметы затем тянулось печенье и по исходу того что попалось в нем рассказывали что же ждет человека в ближайшем его будущем конечно же девочки в 21 марта гадали на любовь на суженного читали различные слова магические и просто обменивались и лакомились вкусными выпечками с чаем из давнего времени также перенеслась традиция разукрашивать яйца в этот день да это не паска но люди наносили безумно красивые рисунки и узоры красили яйца и пустышки из дерева в разные цвета рассказывали что узоры должны были олицетворять землю небо солнце новую жизнь и что все с этим связано таким способом наши предки изготавливали даже защитные обереги талисманы заговаривая их на огромную силу после твои а после того как твое яйцо или оберег был готов ты с радостью мог его подарить любимому человеку которому желал и добра и счастья сейчас мы можем с вами наблюдать что как наступает и на наш привычный праздник пасха сам смысл праздника и все традиции во многом похоже со старославянским языческим ритуалом из народных примет мы знаем что в этот день из теплых стран возвращаются любимые людьми птицы жаворонки крылатых очень любили и уважали в те времена их почитали как райских посланников которые несли в наши края только лишь тепло и счастье вслед за жаворонками почитали также в этот день и вербу которая распускалась уже в это время ее срезали по возможности святили в церквушках и несли в дом где ставили на видно и самое солнечное место старались ставить рядом иконы а вербу вербу опускали в емкость без воды и рядом клали красивая вышитая хозяйкой дома полотенца данная традиция связана с поверьем что растение будет чистить и оберегать жилье от врагов от нечистой силы ссор болезней семейных разладов и прочих негативных историй если отхлестать веточками вербы больного человека то он обязательно должен будет выздороветь а если отхлестать здорового то болеть он не будет вовсе в этот день 21 марта запрещено думать о плохом и заострять свои мысли на любом негативе также забудьте сегодня за ссоры и выяснение отношений ни в коем случае не смотрите сегодня плохие фильмы не считайте не хорошие новости старайтесь также избегать ссор в семье и за ее кругом старайтесь переключить свое внимание на яркие и позитивные моменты вспомните сегодня что вам приносит добрые хорошие яркие эмоции отчего вы максимально чувствуете себя легко и плодотворно постарайтесь не реагировать на сказанное отпустите это сегодня дайте себе и вашим мыслям просто отдохнуть также старайтесь не грустить в этот день с этим должно быть строго наши предки говорили что если грустить в этот день то весь оставшийся год будет в тоске если есть хороший фильм какой-то комедийный или наоборот тут наоборот тот который вы еще не смотрели сегодня самое время для этого но вы знаете главный запрет этого дня нельзя было держать дом беспорядке ослушавшихся замучает вечная суета и нескончаемые хлопоты поэтому подметите сегодня и протрите всю пыль также в этот день ни в коем случае не откладывайте деньги в копилку или не стоит открывать сегодня вклады в противном случае отложенная вам совсем скоро понадобится и друзья как мы говорили именно 21 марта в в такой вот день который наши предки чтили и знали о том что сегодня отмечается весеннее равноденствие когда ночь и день равны между собой и конечно же в этот день вы можете провести достаточно простую но в то же время эффективную практику возьмите салфетку на салфеточку положите деньги эти деньги положите перед зеркалом эту практику вы можете сделать в любое время и когда после того как вы положили деньги перед зеркалом обязательно скажите следующие слова как зеркало деньги увеличивает так у меня их больше станет как день на возрастание пойдет таки прибыль расти будет солнце взойдет мою просьбу исполнит ключ замок язык аминь после того уже как солнце зайдет обязательно это эти деньги нужно положить то место где они у вас были ну а далее друзья у нас с вами лунный календарь на 21 марта 2022 года по лунному календарю нас с вами ждет 18 и 19 лунные сутки убывающего нам знаки зодиака скорпион все происходящее сегодня с вами и вокруг вас является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния вашей душе события люди и мнения отражают вас самих сегодняшний день благоприятен прежде всего тем что представляет человеку шанс поработать над собой исправить те искажения которые были до сей поры в его душе однако это же влечет за собой трудности этого дня придется приложить немало усилий чтобы разобраться в себе и придать самой жестокой критики себя любимого если вы сегодня хотите отсидеться по тихому где-нибудь в уголочке ничего не предпринимать ваша пассивность выйдет вам вскоре богом это чревато тем что вы можете попасть под чье-то влияние и превратитесь в обычную марионетку вам будет казаться что вас все все уважает что вы выше их всех но это окажется лишь самообманом и призрачной иллюзией когда придет время что-то решать вас просто не станут слушать сдержанность и благоразумие оптимальное состояние которое желательно поддерживать в этот день сохраняйте трезвость ума объективно оценивайте себя и окружающих людей что же касательно стрижки волос то определенное не стоит начинать ничего нового а лучше постарайтесь расквитаться со старыми делами а особенно с долгами в этот день лучше держать деньги ближе к себе иначе вы рискуете их потерять и не тратить их на себя сегодня откажитесь от процедур и услуг парикмахера результаты все равно вас не обрадуют ваша карма не обрадуется потери даже небольшой длины волос и может сыграть с вами злую шутку массаж головы или косметические процедуру процедуры не будут вредны или полезны сегодня можно сделать их просто так для собственного удовольствия проведите вечер в окружении друзей или семьи окраска волос натуральными красителями привлечет к вам удачи и увеличит шансы на успех сделайте сегодня прическу с челкой которая привлечет энергию ветра все что сегодня с вами произойдет это зеркальное отражение того что случится в самом ближайшем будущем также обращаем ваше внимание что этот день требует рассудительности и здравомыслия осторожности и осмотрительности этот день не подходит для работы для работы с запахами поэтому неблагоприятно вдыхать ароматы выбирать духи пользоваться духами сегодня и дезодорантами вот друзья у нас с вами такой день 21 марта 2022 года с вами как всегда был канал эзотерика для тебя обязательно за переходите на наш канал у нас на канале очень много полезное важное нужно интересной информации ставьте лайки мы услышимся с вами уже друзья в следующем видео